Своей работой они оказывают помощь не только городу, но и отдельным учреждениям. К примеру, Центр коррекционно-развивающего обучения реабилитации «Стимул», в котором сегодня учится 21 особенный ребенок. Три года назад Брестская городская ЖКХ взяла шепство над этим детским учреждением. Мы пользуемся компьютерами, которые подарило нам жилищно-коммунальное хозяйство. Мы работаем в двух замечательных светлых классах, которые также были отремонтированы за деньги, собранные работниками жилищного коммунального хозяйства. В этом году мы встречаем снова наших шефов, которые к нам приходят с открытой душой и, естественно, с подарками. Сотрудничество заключается не только в подарках, но и той помощи, которая необходима в первую очередь стимулу. Мы с руководителем общаемся накануне, она высказывает свои пожелания, и мы, как добрые волшебники, пытаемся и стараемся решить эти все вопросы. Это и компьютерная техника, это и мебель, и просто ремонт. Ежегодно в стимуле его маленькие воспитанники загадывают желания. Конечно, чаще нематериальные, но новенький конструктор, машинку или, скажем, набор для игрушечных инструментов хочется всегда. В роли добрых волшебников, исполняющих все желания, традиционно выступают сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Многочисленные подарки и сладкие гостинцы пришлись по нраву всей детворе. Машинки, куклы, ну мне понравилось то, что столярный инструмент, то есть дети интересуются и хотят своими руками что-то делать. Поэтому игрушечный, столярный инструмент тоже будет в качестве подарков. Сегодня уже даже не стимул обращается к нам, а у нас потребности, наши люди спрашивают, а когда же мы будем собирать детям для того, чтобы поздравить, для того, чтобы сделать добро. Театрализованное представление колядки и креативные подарки презентовали и гостям праздника самые маленькие участники торжества. Представители городского ЖКХ говорят, помощь с их стороны на этом не заканчивается. Она будет продолжаться круглый год.